Тихий провинциальный городок Вельск затерялся на бескрайних просторах Архангельской области. Но затерялся не совсем. Он стоит на перепуте нескольких дорог, одна из которых ведет прямо в Москву. Кстати, жители города с гордостью отмечают, что Вельск старше Москвы на целых 10 лет. За столь долгий срок в жизни города много чего произошло и изменилось. Не изменился разве что старинный герб, где изображена большая бочка, наполненная по преданию дегтем. Вельск вроде когда-то славился этим товаром. Горожане об этом уже давно забыли, поэтому что это за бочка такая, иногда друг у друга спрашивают. Но больше спрашивать не будут. Сам Нострадамус перекосился бы от зависти, если бы узнал, что за предсказание сделал сам того не ведая древний вельский геральдист. Предсказание, которое сбудется небывало жарким летом 1999 года. Субтитры подогнал «Симон» В ночь с 8 на 9 декабря 1998 года в РУВД Вельска обратилась Галина Николаевна Дейльницына с заявлением о пропаже своей 18-летней дочери Татьяны. У меня истерика, соседка тут успокаивала. Всего же предчувствие такое было, что что-то случилось. Отец девушки в последний раз видел свою дочь около часа дня. Он шел на обед. А Татьяна направлялась в сторону поста ГАИ в районе остановки деревни Лукинской. Домой она не вернулась. Мать до поздней ночи обходила всех знакомых и подружек дочери. Через речку пошла к подружке, к Марине, разбудила. Так, нет, тетя Галя не было, мы сегодня на танцы собирались идти, не было ее. В милиции за поиски взялись без особого энтузиазма. Та пропала, проверили. Ну, в принципе, девчонка, она могла сесть на попутку, уехать. То есть у меня такие случаи бывали. Поэтому, ну, так скажем, не содрогнулась вот так вот. Сердце-то ничего не дернулось. Да, могла уехать. Родители же Тани, у которых сердцем с каждым днем становилось все хуже и хуже, не находили себе места. Куда могла уехать дочь? Ответ у всех был один. Ждите, может еще найдется. В городе ведь сто лет никто бесследно не пропадал. Но наступил новый 99-й год. Прошла зима. Заканчивалась весна. А Татьяна все не находилась. В конце мая в милицию обратилась Наталья Петрашинец с заявлением о пропаже своей сестры Ольги Акиниховой. Далеко ходить Наталье не пришлось. Волею судьбы она работала техничкой в РОВД. За дело принялась старшую полномоченную угрозыска Елена Рогозина. Сразу же было заведено розыскное дело. Ориентированы наряды, ориентирована вся область была. Ориентировка в газете помещена вот с ее фотографией. Никаких известий об Акиниховой так и не поступило. Зато через несколько дней поступило заявление о пропаже Ирины Зотовой. Правда в этом случае надежда, что ничего страшного не произошло, оставалась. Ну у нас участковый счел, что женщина, то есть девушка легкого поведения, она постоянно уезжала, там на месяц, на два, да, дважды она судимая была, поэтому никуда не девается. Но надежды не оправдались, не приехала. Ничего не оставалось, как рассматривать исчезновение Акиниховой и Зотовой, как звенья одной цепи. А ведь в декабре пропала еще и Татьяна Дейльницына. И все-таки город продолжал жить своей обычной провинциальной жизнью, спокойной и невозмутимой. Сыщики продолжали розыск пропавших, а вельчане поговорили о пропаже трех женщин и перестали. Подошла пора летних отпусков, люди потянулись на дачи. Но тут Вельска потрясает новое известие. Неожиданно пропадает Аня Колобанова, ученица коммерческого техникума. Выяснили, на выходные Аня собиралась съездить в поселок Шунему на день рождения своей матери. Двенадцатый день независимости, поэтому свободный день, и у них занятий не было. Не было автобуса в этот день, у меня была договоренность с тремя людьми, с тремя машинами, она ни на одну не попала. Но ведь как-то она должна была добраться домой. Единственное, что доподлинно узнали оперативники, Аня в тот день, около трех часов, собрала вещи и пошла на остановку деревни Лукинская. Стоп, что-то знакомое. Подняли зимнее розыскное отдела до Ильницыной. Так и есть. Именно там у Лукинской терялись и ее следы. Если девушки не поехали на автобус, то, может быть, сели в попутку? В любом случае, они пропадали именно здесь. Опросили всех свидетелей, которые хоть что-то могли сказать о Колобанове. Вот ее видят. 15-10 ее видят, а 15-20 ее уже нет. После долгой и кропотливой работы с очевидцами стала вырисовываться следующая картина. Предположительно, разыскиваемая могла сесть в автомашину Жигуле светлого цвета, на лобовом стекле трещина с правой стороны, одной полосой. Сообщались даже приметы водителя. Рост 180, плотного телосложения, на вид лет 50. Волосы русые с сединой, глаза сирые, выпуклые. Вот такой, как ретелочек, так отдали в газету-то. Все-то как сошли с ума. Было с чего сойти с ума. В городе объявился маньяк. Каждый день в отделении милиции раздавались звонки свидетелей, которые утверждали, что видели описанную машину именно с таким водителем, как он увозил очередную жертву в том-то направлении. Но все задержанные по приметам водителей оказывались вполне законопослушными гражданами. Наконец, в этом порыве народной бдительности блеснул лучик надежды. В милицию пришли две напуганные девушки. Они не прислушались к предупреждениям по радио и сели таки в Жигули к незнакомому мужчине. Он завез их в лес, напоил водкой и начал приставать. Но девушкам удалось от маньяка убежать. Ко всеобщему удивлению, поиски злополучных Жигулей и их хозяина были недолгими. Девушки быстро опознали мужчину. Задержанного тут же проверили по всем случаям исчезновений, но везде алиби. В те дни его вообще в городе не было. Пришлось начинать все сначала. Усилили проверку на дорогах. Во всех многолюдных местах города, на рынке, у магазинов, на автобусных остановках расклеили объявления с фотографиями пропавших. Разослали ориентировки во все соседние области. Раз в неделю давали объявления в газетах и по местному радио. Пересуды в городе не умолкали. Большинство горожан склонялось к самой злободневной тогда в стране версии. Ну что, какие-то машины там, говорят, что это, вот Чечня, кто-то из них ворол. Не исключали подобное и в милиции. Вот так, думаю, что похитили, увезли. Попытались разрабатывать кавказский след. Проверили рынки и другие торговые учреждения города. Всех подозрительных в обязательном порядке снимали на видеокамеру, но шансов на успех здесь почти не было. Ведь ни в одном случае никто не потребовал за женщин выход. Да и что можно было взять со скромных величан? Оперативники и участковые по-прежнему активно работали с населением. Казалось, что опрос жителей наиболее реальный способ выйти на след пропавших. На улицах рассказывали, что нашли изрезанную, все, летишь в отдел, нет лажа. То есть можно было на остановке где-нибудь услышать такие подробности, о которых сам не знаешь, а город уже рассказывал. Ну слухи. Город маленький. Один сказал одно, пошло как испорченный телефон. А испорченный телефон передавал по городу самые невероятные новости. А вот такой вот слух был, это пришла мама одной из этих девушек и сказала, что здесь в Вельске девушек этих, какая-то девушка, женщина собирает, предлагает им хороший заработок, и череповцы их там где-то содержат. 18 июня. Вельск испытал новый шок. В тот день домой не вернулась жительница соседнего с Вельском поселка Аня Палкина. Утром она уехала в город на летнюю практику. Мать Ани, жившая, как и все жители Вельска, событиями последнего времени, и не раз строго предупреждавшая дочь не садиться в попутки, ничего не могла понять. Конечно, так-то без спроса она никуда не уезжала, но думали, может быть, куда-то кто-нибудь позвал ее. Но куда могла уехать несовершеннолетняя Аня, ни родители, ни соседи не знали. Версии, конечно, были, что могла уехать к другу, сразу пробили туда. Нет, говорит, не приезжала. И тут так спокойно отнесся, что не могла она пропасть. Ну, еще подождали вечер, субботу еще. А в воскресенье утром мы поехали ее сами искать. Одна из ее подруг, тоже Аня, еще ничего не знавшая о случившемся, была в недоумении. Как пропала? Я же проводил ее до автобуса. Оказывается, весь тот день девочки провели вместе. Вместе ушли из занятий. Сходили сперва, пленку, фотографии заказали. Сразу же мы получили ее через несколько минут. Пошли по рынку прогулялись. Она домой собиралась ехать. Наслушавшись жутких историй о пропажах девушек, подружка не оставила Аню одну и решила проводить ее до остановки, откуда по расписанию в 15.20 в сторону ее поселка должен был отправиться автобус. Мы еще хохотали, что она была теплоодита. Что прикалывались, спарилась она или нет. Где распались? Мы расстались около этой остановки. Но Аня не спарилась. Она просто испарилась. Потому что остановка называлась Деревня Лукинская. Весь ужас состоял в том, что эта злополучная остановка находится в весьма оживленном и многолюдном месте на перекрестке двух главных местных магистралей. В третий раз отсюда среди бела дня пропадает человек, но никто не может дать достоверных показаний. Единственной надеждой оставался водитель автобуса, на котором Аня должна была вернуться домой. Оказалось, что на этом же автобусе она с еще одной подружкой ехала и утром. Как ехали двое девчонки такие, ну, по описанию, как мне объясняли, утром, а потом уже в нем я их не видел больше. Итак, на этот автобус Аня Палкина не села. Точно так же, как не сели в свои автобусы и пропавшие ранее до Ильницына и Колобанова. Надежда на то, что девочка из приличной семьи могла у кого-то надолго задержаться, таяла с каждым днем. Начинали оправдываться самые худшие опасения. Теперь уже прочесывания окрестных лесов и полей организовали со всей тщательностью. Служебные собаки с утра до ночи исследовали каждый овраг, рощу, обочины всех дорог. Такая собака хорошая, и все проверили. Оперативники действительно проверили все. Заброшенные склады, подвалы, чердаки, пустующие дачные участки, но нигде ничего. В очередной раз были разосланы ориентировки во все районы Архангельской и соседних областей. В газетах появлялись все новые фотографии пропавших. На четвертые сутки непрерывных поисков в милицию обращается Валентин Власов, житель деревни Макарина, что в 20 километрах от Вельска. Но не с долгожданной информацией об исчезнувших девушках, а с заявлением о пропаже своей жены Татьяны. Вечером приезжаю домой с работы, дома нету. Ну, думаю, у сестры осталось. Неужели опять? На этот раз пропала уже не молоденькая девушка, а вполне взрослая женщина, мать пятерых детей. Может быть, этот случай не входит в злосчастную серию? В этот день Татьяна должна была зайти оплатить счета за электроэнергию в управление городских электросетей. Об этом Валентин узнал, когда жена днем на минутку забежала к нему на работу. Я, говорит, сейчас схожу до службы, до электросетей за мост и вернусь в город к сестре. У нее там подожду до автобуса и домой еду. После этих слов оперативники уже не стали задавать Виктору вопрос, интересовавший их в первую очередь, на какой остановке его жена подождет автобус. Дело в том, что здание управления городских электросетей находится прямо напротив остановки деревни Лукинской. Все это напоминало дурной сон. Не остановка, а какой-то бермудский треугольник. Может быть, здесь создалась какая-то аномальная зона под воздействием мощных электрических полей. За зловещую остановку нужно было браться всерьез. Год после Власова мы выставляем пост в электросетях на втором этаже. Наши работники сидят, фиксировали на камеру все, кто подъезжает к автобусной остановке. Все, 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 все это потом проверялось. Все, все, все. Стали фиксировать вообще все машины, проходящие через этот перекресток. Поэтому наблюдение было скрытое. А потом все это анализировали, сидели. Какие машины проходили, сколько раз, какие людей подбирали. Проверяли легковушки и грузовики, и даже дальнобойщиков. В большом количестве курсирующих через город по трассе Москва-Архангельск. Но то, что произошло 27 июня, не только окончательно ввергло Вельск в панику, но и сделало бессмысленным всю проделанную сыщиками работу. В этот день пропадает учительница средней школы Ольга Мартемьянова. Но роковая остановка к этому случаю не имеет никакого отношения. Свидетели показали, что в полдень Ольга, взяв тяпку и ведро, ушла на огород прополоть картошку, обещав вернуться в 5 вечера. Но не вернулась. На следующий день мать Мартемьяновой поехала на огород и поняла. Дочь там не появлялась. Картошка была не окучена. Сыщики, окончательно забыв о сне, начали новое расследование. Ну тут вообще сразу же, весь на полностью, 100% личный состав, тут же на поиске, все были подняты. Оставалась надежда, что хоть исчезновение Мартемьяновой не связано с предыдущим, но быстро выяснили, что и ей до огорода нужно было пройти пару километров по дороге. Значит, остановка Лукинская лишь частный случай. Главная дорога. Опять попутка. Страх окончательно парализовал город. Люди боялись появиться на улице даже в дневное время. Женщины боялись выходить, боялись отпускать детей с пропажей. Каждый из женщин, это все усиливалось, усиливалось очень. Задерживали всех маломальски подозрительных личностей. А старый знакомый сыщиков чуть ли не прописался в отделении. Камиль, имя, отчество? Вы садили по времени, как и врачи. Дальний садимый? Нет. Но ни показания подозреваемых, ни опросы свидетелей никаких результатов не давали. Зацепок почти никаких не было, хотя отрабатывались масса вариантов, мерзии. 5 июля Архангельская областная прокуратура возбудила дело по факту исчезновения в Вельском районе в период с 8 декабря 1998 года по 27 июня 1999 года шестерых женщин. За дело взялись лучшие специалисты. Группа во главе с начальником отдела по расследованию особо важных дел областной прокуратуры Владимиром Гусевым немедленно выехала в Вельск. Перед ним стояла нелегкая задача. В объятом страхом небольшом городке, без улик и вещественных доказательств, среди всевозможных слухов, домыслов, найти хоть одно рациональное зерно. Ведь не испарились же все эти женщины на самом деле. Никто ничего не видел, как в последний момент человек пропадал. Вот стояла на остановке, видели, как проходили. Стоит и стоит себе, и потом вдруг исчезает. Куда пропала? Неизвестно абсолютно. Итак, Гусев с коллегами однозначно был уверен лишь в одном. Неизвестный преступник – водитель попутки, в которую садились женщины. Ведь все исчезновения случались в дневное время, и все пропадали в районе автомобильных дорог. Половина из них в районе остановки деревни Лукинской. Если попутка заезжала с федеральной трассы Москва-Архангельск, надежды на успех практически не было. Зона поисков тогда – вся страна. Если преступник местный, шанс оставался. Но кто он? Скорее всего, речь могла идти о сексуальном маньяке. Вырисовывалась версия о новом Чикатило. Чикатило на автотранспорте. Но здесь у Гусева возник ряд вопросов. Если маньяк, то почему днем и бесследно их берет? Особенно настораживало последнее обстоятельство. Насильники, маньяки и так далее, обычно, они так тщательно не скрывают следы, обычно что-то остается на месте после того, как они жертву, допустим, в машину посадили. А тут – ничего. Кстати, неуловимый в течение многих лет Чикатило порой оставлял следы и улики. Ну, в конце концов-то, в общем-то, пришли к выводу, что жертвы, усаживаясь в автомашину, они доверяли изначально, значит, абсолютно доверяли вот этому лицу. Может, преступника все хорошо знают? Может, он оборотень затаился под личиной хорошего знакомого или соседа? Гусев, отрабатывая версию маньяка, попросил выяснить, случалось ли что-либо похожее в Архангельске и области за последние годы. Подняли картотеку нераскрытых убийств. Да, в Архангельске в 89-м году убили женщину. В 90-м пропала студентка. И в 96-м еще две девушки. Но серии подобных Вельской в области никогда не фиксировали. Но тут поступил еще один сигнал. В конец отчаявшиеся родственники Ани Колобановой обратились за помощью к местному экстрасенсу. Она им сказала, что вот в Плесецком районе, в поселке Пермилово, работает в подпольном цехе, там вот на таких работах. Пришлось проверять. Но ничего подобного, к сожалению. Чем больше ломали головы над загадками сыщики, тем невероятнее были версии жителей города. Говорит, ой, Зина, сегодня я видела, огоньки такие приближаются, огоньки, много-много огоньков. Это, кажется, непланетяне. Я говорю, да не может быть. Но подобным видением объяснения были. Недалеко в Плесецке находится знаменитый космодорог. Вернулись к более реальной теме. Остановка Лукинская. Как известно, она расположена на перекрестке двух дорог. А одна из них ведет в колонию номер 42, дробь 14. Поскольку никаких ЧП там не происходило, то с начала исчезновения женщин этот объект не изучали. Но теперь, когда стали проверять все и вся, организовали проверку и в этой зоне. Но следователи с самого начала успокоили. За последние 9 лет на данном объекте ни попыток побега, ни побега не было. Правда, выяснили, что в колонии существует так называемая бесконвойная форма содержания заключенных. Тех, кто досиживают срок, за примерное поведение иногда переводят на свободное передвижение по территории колонии и даже могут разрешить по нуждам администрации выезжать за ее пределку. Старший следователь Сергей Пескишев занялся бесконвойниками. Администрация учреждения нас заверила, что все бесконвойные лица передвигаются строго в сопровождении, фиксируется время выезда, въезда. На всякий случай попросили руководство колонии подготовить дела заключенных, сидящих за изнасилование и подобные преступления. И в первую очередь исчезла бесконвойных. Пока подбирали дела, в Вельске исчезновения женщин прекратились. Страх, захлестнувший город, стал постепенно отступать. Звонков от бдительных граждан в милицию поступало все меньше и меньше. Теплый сентябрь почти окончательно успокоил жителей Вельска. Наступила пора бабьего лета. А потом грянуло 22 сентября. Пропадает 50-летняя Тамара Буймер. Сыщики в очередной раз, как по замкнутому кругу, начинают расследование. Дочь Буймер сообщила, что мать собиралась днем пойти в лес за грибами. Подумали, может, какой-то грибник решил заодно поохотиться и на женщин. Прочесали лес, куда обычно ходила Тамара Андреевна. Но там лишь тишь да благодать. Сыщики опросили буквально каждого встречного на дороге, идущей вдоль леса, куда предположительно отправилась Буймер. Спрашивали про любую мелочь, запомнившуюся им днем 22 сентября. Ничего подозрительного никто не припомнил. Лишь одна женщина рассказала, что в тот день, около трех часов, проходя мимо этого лесного участка, видела автомашину с бочкой. Голубого цвета. Такие машины вроде откачивают колодцы и туалеты. А больше ничего. На третий день отчаянных попыток вырваться из адского круга пропадает еще одна женщина, Зинаида Шорохова. На этот раз последним, кто видел Шорохову, по печальной иронии судьбы, оказался участковый милиционер. Он как раз занимался опросом жителей по поводу пропавшей накануне Тамары Буймер. Около часу дня он встретил на дороге Шорохову с двумя пустыми бидонами из-под молока. Он ее предупредил, что женщина, не садись, пожалуйста, ни в какой транспорт. Вот день назад пропала Буймер. Неужели вот так прямо с бидонами и похитил ее неизвестный маньяк? Члены команды Гусева уже были на грани отчаяния. Они не могли спокойно наблюдать за тем, что происходит в городе. Страшно, конечно. Особенно, когда очередная жертва. В это время из колонии поступили весьма любопытные подробности из жизни бесконвойников. Осужденные имели возможность выезжать самостоятельно из данного учреждения. Время выезда и заезда учреждения фиксировалось все слов. Они сами делали отметки в своих путевых листах. Подготовили дела тех бесконвойников, которые сидели за изнасилованием. Первым в руки Гусева попало дело жителя Архангельска Сергея Шипилова. Но он характеризовался абсолютно положительно. Шипилов вообще, ну, как сказать, нормальный, осужденный, ничего за ним не замечаний, ничего такого не было. Нормальный, исполнительный. Но на следующего, некого Иванюка, жителя Вельска, Гусев сразу обратил внимание. Во-первых, он осужден был за изнасилованием. Во-вторых, он Вельский. Всех от выхода, так сказать, знает. Ну, и еще один момент, значит, он работал на автокране, на Мазе. Как же сразу не догадались. Конечно же, на такой необычной машине, как автокран, можно беспрепятственно совершать любые преступления. Кто догадается? А один из эпизодов в деле, по которому сидел Иванюк, был как раз связан с автотранспортом. Еще раз опросили свидетелей. Как же, видели кран как раз у Лукинской. Приступили к допросам Иванюка. Но тот недоумевал и оправдывался. Он у меня помпа оборвала. Пришлось развернуться и ехать обратно. Вот так, ну, в типографии долил воды. Дальше проехал, там сколько опять, смотрю, температура под сотнями. Опять остановился, опять долил воды. В Лукинской как раз остановился колодец. Вот там тоже подлил воды. Ну вот, может быть, и тут подумали еще на меня. А все члены оперативно-следственной группы не только подумали, они уже почти не сомневались, что развязка близка. Ну и Иванюк тут, в общем-то, так немножко где-то тоже и разозлился, видимо, на сыщиков. Спрашивает, что, почему ко мне так одному пристали-то? Ну я и говорю, что Шипилов тоже такая же статья. Тоже на машине ездит. Попросили выяснить, на какой машине ездит Шипилов. Выяснили. На осенизаторской, которая откачивает колодцы и туалеты. Которую увидела свидетельница возле леса, где пропала Тамара Боймер. Которая с бочкой. Голубого цвета. Которая с бочкой.